МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день с вами встречает передача Утренний фреш. Я, Николай Скинтиян, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными новостями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области будет ясная погода. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер восточного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 13. Задолго до появления людей на нашей планете жили динозавры. Они властвовали почти 150 миллионов лет. А сегодня мы встречаем этих животных в кино и мультфильмах, компьютерных играх и книгах. Наверняка в детстве многие из нас мечтали своими глазами увидеть этих доисторических существ. И вот теперь у гомельчан есть возможность осуществить детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад. В интерактивной экспозиции на открытой площадке перед зданием зимнего сада стоит 12 фигур динозавров. Они моргают, двигаются, дышат и даже издают звуки. Так что спешите окунуться в этот загадочный мир. Ожившие динозавры будут ждать вас до 9 августа. И если динозавры хорошо знакомы всем, то о первобытных членистоногих такого сказать нельзя. Во дворце Румянцевых и Паскевичей откроется выставка «Гигантские насекомые». Членистоногие – наши неизбежные соседи в любом уголке мира. Поэтому изучить их историю должно быть увлекательно. И сделать это можно будет на выставке «Гигантские насекомые». Хитиновые монстры палеозойской эры будут ждать вас в выставочном зале Дворца с 18 июня. Не пропустите! Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие Дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. Встреча 19 июня будет посвящена традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве. 26 июня обсудят примеры новых прочтений классики, которые позволят по-другому взглянуть на музейное пространство. На тему стремления к новому через переосмысление старого участники встречи поговорят 3 июля. Все мероприятия пройдут в выставочном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» предлагает зрителям сериал «Принцесса цирка». В провинциальном городке большое событие – приезжает цирк. Внутри этого маленького мира кипят нешуточные страсти. За сердце виртуозной гимнастки борются два близнеца. В первом из них девушка увидела мужчину своей мечты и ответила ему взаимностью. Но вдруг работа вынуждает его согласиться на долгую командировку в другую страну. И в это время его брат-близнец решает не терять времени и выдает себя за брата. Но никто и не догадывается, что их судьбы были связаны много лет назад. Смотрите в нашем эфире в 16.45. В 18.25 телезрителей ждет сериал «Оса». «Особая следственная аналитика». Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа» об еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты-осы. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. Как всегда, по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. На глубине 20 метров аквалангисты увидели осьминога, который сделал себе дом из пластикового прозрачного стаканчика. Это не сделало моллюска незаметным для хищников, поэтому он остался в опасности. На помощь бедняге пришли люди. Они долго предлагали океанскому жителю разное вида раковин, пока тот, наконец, не выбрал понравившийся. Кокосовый осьминог создает себе передвижной дом из скорлупы кокосовых орехов и ракушек. И очень разборчив в выборе подходящего для себя домика. Недалеко от берега Шотландии мужчина пережил необычные события. Он отправился на рыбалку, забросил удочку и стал терпеливо ждать. На наживку клюнула морская собака. Но с прицелом на этот улов, как оказалось, смотрел не только человек. Мужчина подтащил крючок к поверхности воды, и в этот момент на него кинулась и акула. Достать добычу из воды так и не получилось. Силы акулы перевесили. Ударив хвостом по воде, хищница порвала леску и отправилась с добычей на глубину. Но это поражение не расстроило рыболова, потому что до инцидента он уже успел поймать несколько рыбин, так что домой с рыбалки вернется не с пустыми руками. Собаки породы золотистый ретривер – прирожденные охотники. Но этот факт не мешает конкретному псу с детства крепко дружить с гусем. И этот ролик тому подтверждение. В нем показаны разные моменты жизни двух совершенно разных животных. Они познакомились, когда пес был совсем маленьким щенком. Со временем их дружба стала только сильнее, что и доказывают эти кадры. А вот еще одна история дружбы хищника с потенциальным обедом. Главная героиня этого видео – кошка, которая проявила материнский инстинкт по отношению к птенцам. Маленькие цыплята окружили кошку и, видимо, приняли ее за маму. При этом питомица не проявляет совершенно никакой агрессии. Даже наоборот – обнимает птенчиков и вылизывает буквально как своих. Одна девушка в Австралии – активный велосипедист. Видео своих велопрогулок, которыми она делится с пользователями сети, несколько необычны. Чем же, спросите вы? А тем, что компанию ей составляет ее попугай. Каждый раз птица вылетает на улицу и привычно садится на руль велосипеда. Такие прогулки Пернат и полюбил буквально сразу. И теперь сопровождает хозяйку каждый раз. А она, в свою очередь, со временем даже сделала для птицы жилет яркого цвета. Людям удалось запечатлеть невероятные кадры, которые они, наверное, будут пересматривать очень много раз. Четверо мужчин отправились в море неподалеку от острова Марии в Тасмании. Друзья хотели заняться дайвингом и посмотреть на обитателей моря. Но подводные жители сами приблизились к ним. При подготовке к погружению автор ролика заметил у поверхности несколько китов. Мужчина решил, что если выключить двигатели, то киты подплывут ближе. Но он даже и не подозревал, что животные приблизятся настолько близко. Буквально на расстояние вытянутой руки. Представляю, с каким впечатлением люди вернулись домой. Американец Дэвид Раш попал в книгу рекордов Гиннеса с рекордом по разрезанию киви. С самурайским мечом он разрезал 65 киви за минуту, балансируя при этом на доске. Фрукты бросал помощник, а рекордсмен на лету разрезал их острым лезвием меча. Как сообщается, Дэвид Раш попал в книгу рекордов Гиннеса уже в 150-й раз. Не так давно он за минуту сломал почти 100 карандашей и через соломинку выпил литр лимонада за 16,5 секунд. Доводилось ли вам топить свой телефон или просто выливать на него воду? Если да, то вы наверняка слышали народные советы использовать фен, рис, сахар. Мастера по ремонту телефонов дают главный совет. Нужно сразу выключить устройство и хорошенько его потрясти, чтобы извлечь всю возможную влагу. Конечно, всю влагу так не удалить, поэтому далее уже можно попробовать использовать фен. Но очень осторожно, чтобы горячий воздух не расплавил контакты и пластиковые части устройства. А вот прибегать к экспериментам с народными способами сушки телефона в контейнере с рисом или с сахаром специалисты не рекомендуют. Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Николай Скинтиян. Хочу пожелать вам летнего настроения, солнечных улыбок и большой удачи. Субтитры сделал DimaTorzok